Всем привет! Уже в разгаре сезон клубники, и для тех, кому надоело есть её в стандартном виде, решил приготовить три простых рецепта. Итак, поехали! Для начала заливаем пакетик желатина холодной водой, и в таком виде оставляем его набухать. Пока месь наш желатин разбухает, в какую-нибудь удобную ёмкость пересыпаем клубнику, а также добавляем 5 ложек сахара и 5 ложек сметаны. Теперь с помощью вот такой вот насадки на блендер начинаем всё это доводить до однородной массы. Сметаны и сахара оказалось очень мало, поэтому решил добавить ещё. Желатин уже разбух, и его можно растворить в горячей воде. Теперь в нашу массу переливаем желатин, и с помощью блендера всё перемешиваем. Теперь переливаем нашу массу в стакан, и на верхушке добавляем немного нарезанной клубники. Уже после трёх часов в холодильнике у нас получается вот такое вот вкусное фруктовое желе. Для следующего рецепта пересыпаем клубнику в кувшин и добавляем 5 ложек сахара. Точно так само, как в предыдущем рецепте, делаем однородную массу с помощью блендера. Теперь вливаем молоко до того момента, пока место кувшин не будет полностью заполнено. На этом этапе нужно смешать молоко с клубникой. Для этого я использовал всё тот же блендер, но лучше использовать насадку венчик. Наш йогурт тоже полностью готов, остаётся его только разлить по стаканам и украсить. Украшать наш йогурт я буду с помощью трубочек и зонтиков. Для последнего рецепта нам понадобятся палки для суши. На них одеваем клубнику вот таким вот образом. Теперь на паровой бане нужно будет растопить плитку шоколада. И ещё в шоколад нужно будет добавить немного сливочного масла. Когда шоколад станет вот таким вот жидким, им нужно будет полить нашу клубнику. Теперь клубнику в шоколаде нужно будет посыпать измельчённым печеньем. Вот сколько у меня клубники в шоколаде получилось из одной плитки шоколада. Вот такие вот три рецепта из клубники я вам сегодня показал. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok